Всем привет! С вами Слава Придонке. Вот я грозился вам показать вот такую штуку. Я не знаю, кто-то помнит, кто-то нет. Вот её показывает МЦЭТ. Вообще, что такое МЦЭТ? Это ИФА. ИФА. Не знаю, тут пробеги оригинальные или не оригинальные. Вот такие вот у неё рычаги, вот такие свои. Дисковые тормоза. Такой диск оригинальный. Но нужно показать вам его общий план. Общий план, план. Вот такая. Тут много всяких особенностей, но это отдельный обзор снимать по нему. Я как бы не готов. Тут, скажем так, много очень таких узкоспециальных мест. Вот такие вот, видите, тут всякие дела хитрые. Да, тавотница там. Ну, то есть, тут так всё интересно, что прям даже, я не знаю. Он, с одной стороны, какой-то такой вроде, как кажется, детский, а на самом деле, страна, не детский. Он на ходу, но я, как всегда, затупил. Не взял шлем с камерой, поэтому вот так, короче. Сейчас мы его заведём. Послушайте, как он работает. Ну, мне придётся проехаться без, ну, скажем так, без вас, поделиться впечатлениями, а в следующий раз взять камеру и приехать со шлемом из камеры и уж тогда прокатиться. Он, оказывается, батарейный. Видите, у него тут похоже, как на старухе. Запалил его. Слышаем. Ну, сейчас вот поставим, попробуем взорвать. Тут ещё придётся, возможно, регулировать карбюратор. Тут у него какая-то печаль. А так, тут вроде как на ходу. Тут, какие-то тут всякие немецкие цифири и всякие тут. 22-й, 62-й. Мцет, там вообще, там даже немножко жижелы есть, чуть-чуть. Железка. Угу. Правильно, хоть раз? А, тут надо сирену нажимать. Вот так подсос открывается у него. Вот такой с понтом ключ. Шикает. Выражено. Не хочет на камеру заводиться. Волчушка драной. Вот только завёлся. Работает сильно похож на восход. Надо погреть его. Не хочет поддерживать. Ладно, сейчас я прокачусь. Если получится. Я же вам расскажу, что и как. Ну, довольно-таки живчик мотор. Так, ну чё, прокатился я на нём, ну чё, пацаны. Ну чё, упирает он хорошо, у него когда верхушка появляется. Он, конечно, сильно похож на восход, но мой мощнее восхода, причём хорошего. Вот, особенно его когда прорывает на верхах. Он нормально вообще выстёгивает. Вообще не по-детски. Ну, тут, вот именно у этого экземпляра мотор хорош, но надо всякие сопли подбирать. У него, допустим, вот такие вот вещи. Видите, у него тут подножка, она одна заодно прикручена. И она, в общем, болтается и там, и здесь. Ну, мелочи всякие такие. Вот, надо покрутить карбюратор, потому что у него какое-то там такое дикое обеднение. А так, приятное впечатление. Конечно, далеко не пейс, но едет адекватно. Ну, тут 150 кубов. 150? Да, это не 250. Я удивлён. Для 150 кубов это вообще в огнем серит. Так что, мужики, если 150 кубов, то вообще он. 150, ну я вижу. Вот, вы представляете, да? 175 у восхода. И даже звук похож, работа. Ну, как всегда, я не имел представления, что я буду сегодня кататься на том и на этом. То есть, да. Ну, короче говоря, вот такие булки, такие пироги. Давайте так. Я так вот вам за травку закинул. И после того, как... Ну, вот к нему видят такой поршенечек. Интересный такой. Культурный сделан. Ну, вот они кольца к нему. Ну, там новый стоит. Ага. Ну, ты кольца покажи. Ты их... Ну, чуть побольше Минска. Да, они очень сильно похожи на минские кольца. Вот такой поршень. Ну, приятное впечатление оставил мотоцикл. Ну, вот тут много с ним заниматься по мелочи. Приятно едет. Мотоцикл из Новосибирска. Прислал его... Продал мне его Антон. Вот. Большое ему спасибо. Ожидание, как бы. Мотоцикл из Новосибирска. Продал мне его Антон. Давно вели переговоры с ним. В принципе, нормальный пацанин уступил. Вот. И, собственно, у меня еще есть, так сказать, в коллекции 250-ки. Но их надо собирать. И одну, вернее, надо собирать. Вторая, как донор будет. Ну, именно хотелось бы 50-ку, чтобы было, как бы, разнообразие. Ну, понятно, под реставрацию и все. Я думаю, что к весне будет уже. Так, как было бы быть. Ну, что могу сказать. Уже прокатился. Я вообще, ну... Ну, скажем так, он похож на Восход. Но вот этот мотор ловчай, чем у Восхода работает. У него просто более дикая верхушка. Вот так, в общем, диапазоне такой гладенький, хорошенький. Все нейтрально. Иф, хорошо рулится, все хорошо. 50-кинчатый. Вот. Да, и на нем намного приятнее ехать, чем на Восходе. Сидеть приятнее. И вообще, рулится приятнее. Ну, и еще раз говорю, это Ифа. И вот такой дисковый тормоз из дремучих 80-х годов. Без всяких перфораций, без ничего. Там МЦ. Ну, уже уважуху за это. Ладно, ребят, больше показывать особо рассказывать нечего. Если какой-то будет обзор в шлеме, покажу. А так сейчас, ну, что тут рассказывать. Я не могу. Здесь нет, как на ЯЭП, полуавтомата, чтобы трогаться и что-то рассказывать. И ехать рулить с камерой. Поэтому, извините. На этом все. С вами были Придонки. Берегите себя. Ну, и пишите. Нужен обзор, не нужен на эту технику. Тем более, это 150 кубов. Довольно редкая тема. Довольно редкая Ифа. Ну, тут, конечно, немцы с приборкой тут намутили. Мама, не горюй. Но, эргономика на уровне мне понравилась. Руль очень хороший. Ну, конечно, вот эти резинки, не знаю, это дичь. Управлять приятно. Да, да, да. Лучше и ехать приятнее, чем на восходе. Да. То есть, я сравниваю с восходом, потому что он, ну, очень сильно похож по кубам. Даже меньше того, с 185, у этого 150. Но приятней. Все, ребят, на этом все. Берегите себя. С вами были Придонки. Всем пока.